В июне 41-го германская армия всей своей мощью обрушилась на советскую землю и уже в сентябре фашисты были у Москвы. Столицу планировали захватить в течение четырех недель, после чего затопить, взорвав шлюзы на канале Москва. Немецкие силы в несколько раз превосходили советскую армию. У столицы развернулись масштабные и кровопролитные бои. Шесть месяцев фашисты вели наступление, но город не сдался. В декабре 41-го Красная армия переломила ход битвы и перешла в контратаку. Благодаря героизму и самоотверженности наших предков план Гитлера был провален, а миф о непобедимости фашистской армии развеян. Одинцовский район располагался на линии фронта западного направления. Здесь командовал генерал армии Георгий Жуков. Его штаб располагался на территории современной власихи. Именем маршала Победы в Одинцово названа Центральная улица. Сотни людей собрались возле памятника советскому полководцу. Они пришли, чтобы почтить память защитников Родины. Среди участников митинга были и ветераны Великой Отечественной войны. Битва за Москву началась 30 сентября 41-го, а закончилась 20 апреля 42-го. Только по официальным данным в ней погибло почти 2 миллиона советских граждан. Из Одинцовского района вооруженные силы страны призвали свыше 13 тысяч человек. Более 6 тысяч из них не вернулись. Память погибших почтили минутой молчания. О волейбольном центре состоялась торжественная церемония награждения Одинцовских ветеранов медалями. Виски вам погон, наши дорогие победители. Невозможно словами выразить нашу благодарность и наше восхищение вами. Вы настоящие герои и настоящие легенды нашей страны. В числе награжденных участник битвы под Москвой, дружник тыла Андрей Ларионов. В самом начале войны он 16-летним парнем ушел на фронт строить оборонительные сооружения под Смоленском. Работать приходилось под постоянными бомбежками немецкой авиации. Памятную медаль получил и ветеран-танкист Виктор Щербицкий из Кубинки. Перед войной он служил в засекреченной части, которая занималась разработкой телетанка, техники на радиоуправлении. В начале войны Щербицкий командовал экипажем советского легкого танка, затем был направлен на полигон в Кубинку для обкатки новых боевых машин. В послевоенное время ветеран стал бессменным экскурсоводом Кубинского бронетанкового музея. Подступы к Москве также обороняли Анна Перчаткина и Вадим Разумов. Всего в живых в Одинцовском районе осталось 28 ветеранов. Тем, кто не смог приехать на торжественную церемонию, медали вручили на дому. У меня у самого, у меня и бабушка, и дедушка блокадники. Я очень часто ездил вместе с ними в Петербург на вот эти встречи блокадников, которые происходили. Я много разговаривал, много было историй из жизни. И бабушка рассказывала, и дедушка из жизни, и того, как они выживали в блокаду, как они прорывали кольцо. Поэтому у меня это особое чувство всегда. После награждения ветеранов начался концерт, кульминацией которого стало выступление академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова. Мы не трогаем пройду, за столицу свою, нам родная Москва дорога. Не руши мы свеку, а в народу стальной разградит, уничтожит врага. Памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине битвы под Москвой, продлятся до конца апреля следующего года. Это повод еще раз сказать спасибо всем ветеранам и участникам войны за их великий подвиг.